Друзья, всем привет, меня зовут Валерий, живу в северной части Германии. Ну что, как в предыдущем видео я уже говорил, нежданно не гаданно, ведь опять я завел пчел. 9 лет не держал, но вот подвернулся в случай, к соседям прилетел рой, небольшой, чуть больше килограмма, снял его, ну и посадил в улей, ну и заодно, чтобы им не скучно было, еще 2 пакета выписал. Выписал еще в начале мая, где-то так, не помню числа, может, 8-го, 10-го. Обещали к концу мая, но представлю, вот сегодня, 6-го июня. Ну, как продуцент писал, эти раи у нас доходят за один день, их отправляют вечером, на следующий день они у нас. Вот сейчас 10 часов, уже полчаса, как они пришли, эти 2 ящичка. Ящички вроде небольшие на вид, вроде не тяжелые, но взвесил 1,3700, 1,3500 с лишним весит. Раи, не раи, а пакеты без рамок, сейчас мы откроем, я еще не открывал, ничего, все запечатано. Без рамок, 1,5 килограмма пчелы, плодная матка отдельно, ну как они пишут, когда получите пакет, скройте, или кто будет дома, пусть скроет, побрызгает пчел водичкой, матку не брызгать, матку отдельно положить. В пакетах ферамонт, ленточки вложены, или еще что-то такое, чтобы запах был, держал пчел. А матки отдельно в ящике должны быть, сейчас мы посмотрим, где они тут находятся. Я хочу открыть, судя по всему, что пакеты небольшие, в середине, я до данной улей прям пакет открою и поставлю туда, ну и сейчас покажу, как я это сделаю. А рамки тут сбоку у меня часть, суши у меня, конечно, нету, но у меня есть, ващина сейчас купил, и есть медовые, с медовых корпусов рамочки, ленточки на 185 размер, ну вот, думаю, один корпус сверху в ленточки сушью, а снизу 5 рамочек повесить с ващины, ну и сбоку поставить этих пчел, чтобы они забрали. С матку я повешаю сразу, матка запечатана 2 дня должна быть, через 2 дня я залеплю сахарной пудрой, или с тестом, чтобы пчелы открыли, выпустили ее. Ну и что, давайте посмотрим, размеры сейчас в Германию пересылают, я не знал, все смотрю, видео у всех ящики, приходят и рамки, по 4 рамки в России, а здесь без рамок, без ничего, вот ящики небольшого размера, сейчас скажу, какого размера они, но картон очень прочный, твердый, прям стабильный, очень стабильный, двойные стенки, вот тут двойная, тут двойная, тут одинарная, одинарная, нет, тоже двойная, а тут, видимо, нет, тут в 4 слоя, в 4 слоя эта стеночка, вот, если тут видно на камеру, то видно в 4 слоя. Очень стабильные ящики, на верхней части адрес, написано, что это вверх, сбоку тоже, здесь, кого интересует адрес тоже есть, кто отправлял, бинный профи, адрес мой, сейчас скажу, размер ящиков, каких они тут отправляют, но обычно их отправляют, доходят они, почту у нас за один день, но они и писали, что если они вчера отправят, то сегодня они, пчелы будут у меня в течение дня, но они уже в утром пришли. Размер ящиков следующий, по наружному 42, 27,5 24 24, вес я уже сказал, 3,700, около 3,700 и 3,500 с лишним. Ну что, откроем, посмотрим, что тут делается. Мне самому интересно, никогда пакет эти не выписывал, я уже разглядывал, с какой стороны, как его открыть, оказывается, тут никак не откроешь его, только единственное разрезать, вот эту верхнюю крышку, она одинарная, тоненькая, ну и давайте сделаем это. Пчелы спокойные абсолютно, в этом пакете, только если ухо придло, что слышно, что они чуть-чуть шумят, в этом чуть-чуть сильнее, но тоже вот на таком расстоянии я уже не слышу, спокойно сидят, сегодня у нас не жарко, температура 15 градусов, и вообще у нас погода у них красная армия, последние две недели, только пару дней было таких небольших, что чуть тепло было, чуть больше 20, а так, 18, 19, 17, ночью 7, 8, 9, такая вот погода, скоро липа будет свистеть, а толку нету никакого. Так, что мы тут видим, мы видим еще один ящик тут, встроен еще один ящик в середине, кормушка, наверное, или что, какая-то доза в середине, вот так она выглядит, так, сейчас посмотрим, сбоку конверт приклепанный, белый, в нем матка, скорее всего, сейчас мы ее сцепим, на заклепочках, откроем, посмотрим, садочек, маточка, и пять пчел, садочек, матка, и пять пчел, корм, достаточно полный, а эта кормушка, видно, что много, маточка, небольшая, меченая, зеленым цветом, так, мы можем ее в пакет опять, так, это попробуем достать, тоже приклепанно, все тут оказывается, так, так, ну, ребята, тут полный пакет пчелы, абсолютно, вот так он выглядит, пчелы полностью, с обеих сторон, ну, теперь она зашумела, ну, нам сказали побрызгать, вот, двоих, вот, одна даже снаружи, приехала, как ни странно, побрызгаем водичкой их, раз они хотят водичку, так, хотят пить, скорее всего, значит, мы им дадим пить, успокоились, они не шумят, микрофон, наверное, не слышно, как они шумят, если в вуле поместится, я думаю, что поместится, да, поместится, сколько там у нас, еще вина, 45, высота 20, значит, я вот кормушечку вытащу, поставлю, кормушку вытащу, магазин, суши сверху поставлю, они переберутся туда сами, матку магазин, заранее повешу, это так и не улетает, да, пчела Бакфаст, добыл сказать, трое, что у меня пролетело, токарника, а эти два я выписал Бакфаст, раньше, потому что я тоже Бакфаст держал, мне больше они понравились, ну, распакуем и второй пакет, это мы можем поставить пока, в сторону, потом пересадим, это у нас первый, маточку сразу положить, чтобы не перепутать их, так, ну и второй пакет посмотрим тоже, делала хорошо вентиляция, тут пять отверстий сбоку, пять здесь, пять здесь, четыре здесь, и четыре здесь, так что, корпуса, как я сказал, очень стабильные, моя жена уже говорит, не выкидывай, пригодятся куда-нибудь, ящики, так, то же самое, пакет приклепан сбоку, на скрепочке, открою, посмотрим маточку, так, тоже пять пчелок, корма достаточно, маточка, такая же, как и там, небольшая, мечена зеленым цветом, так, поможем пакет пока, с одной стороны, картон приклепан скрепками, до ящика, в середине тоже кормушка, но непонятно, сколько мне корма, сейчас разглядим, попробуем, а, понятно, сколько корма, кормушка вот такой высоты, ребята, корма еще вот столько, отверху, полтора пальца, палец отверху, съели, вот, если видно на камеру, вот я его качаю, корма почти полная доза, пчелок тоже столько же, сколько и там, сейчас мы их сбрызнем водой, пчела спокойно сидит, не шумит ничего, ну что, пойдем, поставим в улей, так, друзья, я приготовил два уля тут, уже заранее, почистил, покрасил, в середине лампы, обсмотрел, рамочки, ващины натянул, сушивания нету, но я вот хочу, поставить ващину в середине, пять штук, сбоку кассету эту поставить, эта кассета как раз помещается сюда, ну и думаю, кормушку вытащу, пчелы должны перейти на рамки сюда, эту пока уберем, в эту сторону, доску, а кассету поставим сюда внутрь, так, с пчелами, помещается хорошо в улей, так, крышку, подвинем поближе, амочки, чтобы могли перейти, так, теперь пойду костюм одену, я не знаю, как она себя поведет, я не знаю, пчелы, Так. Ну, пчела не кидается, без дымаря, без ничего, делает облет. Снизу кучка, поднимается на соты, начало подниматься на овощину. Сейчас поставлю второй магазин. Поставлю магазин сушью и повешу сюда маточку. Через два дня я ее выпущу. Надеюсь, они до вечера все поднимутся сюда. И эту полоску уберу потом. Так. Ну и все. Сюда поставлю кормушку. Хотя. На эту кормушку дам корм. Самодельные кормушки. Раньше делал, когда занимался пчелами. Пчелами. Она на семь литров. Скоро зальем литр сейчас. Вот так. Вот так. Показа крови. Показа крови. Кормушку. 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 Музыка. Р Wise пчелами. Вот такие дозы ребята, видите корма полная почти еще. Тоже самое сделаем с вторым улем. Так, магазин пока снимем. Лишние рамки убираю. Сделаем как и с первым пакетом. И делаем тоже самое. Успакуем его. И вытряхнем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь до следующего видео. Удастись. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok